Торнадо Энерджи! С 30 августа у нас стартует акция, которая называется «Годовщина окончания Второй мировой войны». Начинается эта акция в 9.00 по Москве в пятницу и заканчивается 2 сентября в 8.30 утра. Все очень просто. Что будет в эту акцию? Первое, на что стоит обратить внимание, это действительно самое жирное, что в этой акции, на мой взгляд, это Х4 за первую победу в день. Бонус, причем, действует абсолютно для любой техники. Второй момент, на который я бы обратил внимание людей, которые обладают голдовым запасом у себя на аккаунтах, это скидка 50% на все виды кастомизации за игровое золото. Все виды кастомизации. Я, ребят, рекомендую вам заглянуть в раздел «Декальки». Разработчики в этом патче добавили кучу крутых декалек, места их поменяли на танках. Кстати, если вы до этого на свои танки, до патча 1.6 наносили на свои танки декали, в патча 1.6 их вам все сняли. Обратите внимание, многие не заметили, даже я в первые дни не заметил, что танки без декалей ездят. Они все на складе лежат, можете их одеть. Просто точки, где эти декали теперь располагаются, они на танках поменялись, поэтому их сняли. Ну, потому что разработчики за вас не могут их переставить туда, чтобы вам понравилось. Их просто на склад убрали. Это имейте в виду. Также будут на выходные на эти доступны боевые задачи. Награды за выполнение боевых задач, имейте в виду, все суммируются при условии соблюдения всех условий и ограничений. Итак, есть боевая задача за союзников. Ну, союзники это техника СССР, Китая, США, Польша, Великобритании, Франции, Швеции, Чехословакии. От 4 до 10 уровня, ну и разумеется, со снятой звездой за первую победу в день. Вы будете получать, если попадете на этой технике в топ-10 своей команды по урону, то есть набьете дамаг в топ-10, вы получите в три раза больше опыта экипажа. Можно покачать экипаж. Если же вы хотите за остальные нации, да, так называемая группа Ось, это Германия, Япония, Италия, то же самое, все те же самые условия, но вы будете получать, ребят, не в три раза больше опыта экипажа, а в два раза больше опыта экипажа. Так что на советской, китайской, США, там, Польши, Великобритании, Франции, Швеции, Чехословакии техники играть в эти выходные будет выгоднее. И прокачивать экипаж там. Также, ребят, можно будет получить 10 малых аптечек, если за любое количество боев вы уничтожите 5 легких танков. Это легко делается. 10 малых ремкомплектов, это тоже не самый жирный, конечно, приз. За любое количество боев уничтожить 5 средних танков. Ну и 10 ручных огнетушителей, кому они, как говорится, нужны. За любое количество боев уничтожить 5 тяжелых танков. Ну это просто, знаете, как вишенка на торте. Ну, правда, торт не самый жирный и не самый вкусный получился в виде этих акций на выходные. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Раз уж про акции говорим, ребят, напомню, что сейчас проходит акция Отель совместно с Твичом у Варгейминга. И по ссылочке в описании вы можете быстро и без геморроя получить 2 премтанка. Там вот эти вот премиум аккаунт танковый, боевые задачи на x5 опыт. Короче, куча всех-всех-всех плюшек Отеля. Там подробно написано по ссылочке, как что надо сделать. Переходите, посмотрите, может быть, кого-то заинтересует, как можно быстро и без геморроя получить отель. Ну и там есть еще куча различных способов. Также, ребят, я думаю, вам будет интересно. Просто это, вот я уверен, 99,999999% зрителей, которые смотрят сейчас это видео, им эта новость будет, ну, просто для информации. Скорее всего, ей воспользоваться не сможет вообще никто из смотрящих. Дело в том, что для супертестеров, да, уже сразу смотрите, сколько народу отмело, да, для супертестеров стала возможность обменять танки за ГК, вот эти вот М60, ВК-7201К, Объект-907, Т95Е6, 121Б, Т95ФВ-4201Чифтейн на 5000 бон. Но только при том случае, если на супертесте вы находитесь от 5 лет и более. Не кисло тогда. Таких людей, я думаю, найдет... Мне такое ощущение, знаете, что эти правила писались под какого-то определенного одного человека. Возможно, админа, который руководит всеми супертестерами. Я не знаю. Но, тем не менее, тем не менее, прецедент есть. Техника ГКшные забоны доступна супертестерам. Да, единицам. Да, только тем, кто на супертесте более 5 лет. Но прецедент есть. Возможность снижения планок. А также подобная фишка в обмен, ну, не только для супертестеров. Но, опять же, ждать это ближайшее время, разумеется, совершенно не стоит. А супертестеров можно поздравить. Для тех, особенно, кто не может поиграть на ГК. Ну, или просто-напросто играл, но не вывез. Ну, а теперь давайте я вам, ребят, немножечко ответов разработчиков завезу. Во-первых, давайте начнем с того, что танковые гонки уже стало известно, когда они стартуют. 23 сентября это будет завершающий ивент танкового фестиваля. И стартует он 23 сентября. Теперь, что касается ответов разработчиков более подробно. Значит, у разработчиков спросили, когда будет следующая песочница и что мы там будем тестировать. Напомню, что на прошлых песочницах мы тестировали изменения ХП у танков. ХП стало больше. ББшные снаряды обычные стали пробивать, как было. Но наносить при этом больше урон. А голдовые снаряды вообще не изменились. То есть они не стали наносить больше урона из-за этого, как бы их эффективность снизилась. Но зато они лучше пробивают. Так вот, следующая песочница, ребят, будет в октябре. Я думаю, сразу после завершения фестиваля. То есть где-то во второй половине октября. Разработчики говорят, что они пытаются подобрать правильную дату, потому что будет много событий и не хотят их зацепить. Следующий тест будет по фугасам. Мы уже переработали снаряды и количество ХП у техники. Изменений в них будет мало, но мы переработаем осколки. И механику нанесения урона этими осколочно-фугасными снарядами. Белецкий добавляет. Я не думаю, что мы готовы посвятить вас детали, потому что они еще не согласованы. Но главная мысль в изменении фугасов заключается в том, что сейчас нанесение урона совершенно непредсказуемо. Сколько раз уже такое случалось, что даже очень крупный калибр наносит смехотворный урон по картонной технике. Цель здесь не в том, чтобы повысить предсказуемость этих снарядов и позволить им выполнять свою роль. Они должны в первую очередь позволять вам добить цель, когда нет времени, чтобы прицелиться. Защитить базу или нанести урон танкам, которым мы не можем повредить иначе. Ну, например, там танкует от башни. Ну, ему раз, там, башенку фугасом. Мы работаем над моделью повреждений. У нас появились новые инструменты. Это также позволит нам разделить систему обычных танковых снарядов от артиллерийских. Мы настроим их так, чтобы при нанесении урона достигался ожидаемый результат. Али Ильин еще добавляет. Тест будет в октябре. Принять участие в нем сможет каждый. Достаточно скачать будет клиент песочницы. Белецкий, говорят, особенно. Стоит отметить тот факт, что на этот раз не будет системы приглашений, как в предыдущих итерациях. Проще говоря, если вы хотите принять участие, примите участие. Чем больше мнений и данных о вашем игровом процессе мы получим от вас, тем лучше мы поймем, куда мы идем и как нам развиваться дальше. Короче, ребята, в октябре будем на песочнице катать, в основном на фугасах. Ну и будем смотреть, как они работают. Разработчики говорят, что сильно переработают систему повреждений фугасных снарядов и таким образом отделят их от арты. Если это очень коротко. Еще один хороший вопрос. Будете ли еще менять, балансить танки в этом году? Если да, то какие? Дело в том, что разработчики у нас обещали апнуть и Леопарда, да, и СТБ-1, и Е-100, и СА-4. Леопарда СТБ-1 апнули, а что-то Е-100 и С-4. И как-то вот они вот до сих пор как-то, ну, вы поиграйте, короче. На них поймете, о чем я говорю, да? Вот, и Белецкий на этот отвечает вопрос. Сейчас мы тестируем ребаланс снарядов. Это он все опять про песочницу, про которую мы только что говорили. Это огромная работа. Самая большая переработка баланса за последние годы. Все внимание сосредоточено на этом. На данный момент мы довольны изменениями и тестами в песочнице. Игрокам тоже нравится все больше и больше. Подтверждаю. По сравнению с тем, что было на первой итерации песочницы, во второй мне реально было прикольно играть. Сейчас мы считаем, что нам не нужно вносить небольшие изменения кусочками. Хотим ввести все и сразу. Если в одной из следующих итераций песочницы мы увидим ухудшение восприятия игроками этих изменений, то мы всегда можем вернуться к старой модели. Но сейчас мы хотим собрать много мелких изменений в одно большое. И лин добавляем. Я хотел бы поговорить о конкретных танках, потому что на предыдущем вегафесте мы объявили об изменении топов пяти веток. И мы уже сделали баланс танков кранваген, СТБ-1 и Леопард-1. Чем вы довольны? А медлим с ИС-4 и СЕ-100, потому что как ждем изменений в снарядах... Потому что... А, блин, извините, ребят. Потому как ждем изменений в снарядах, которые повлияют на них гораздо больше, чем на троих уже перебалансированных. Хотим внести правки, а затем посмотреть, как изменится их эффективность и скорректировать позже. Мы помним о них, мы знаем, что должны заняться ими. Но мы делаем это не только... Но мы сделаем это только после перебаланса снарядов. Перевожу, ребят, на человеческий язык, что хотели сказать нам разработчики. Если Леопард и СТБ-1 не очень бронированные танки, и изменение соотношения бронепробития снарядов и урона не сильно на них повлияет, то Е100 и С4, ну, как бы, если по ним не стрелять голдой, да, то они могут кое-что оттанковать. Я не говорю, что они танкуют, я говорю, что кое-что могут оттанковать, а в грамотных руках еще и танкуют, на самом деле. Если по ним голдой не стреляют. Так вот, разработчики боятся, что если они апнут броню этих танков, я просто перевожу на русский, то когда количество голдовых снарядов в рандоме уменьшится, эти танки могут стать имбами. Я, конечно, ничего против имб таких вот не имею, которые долгие года страдали, и люди на них не играли, чтобы они какое-то время хотя бы подышали в рандоме. Но для баланса, будем честными, это не очень хорошо, когда один танк выделяется по характеристикам на фоне других. Например, ну, я не знаю, Чифтейн, Объект 430, да, вот. Ну, такие ярко выраженные имбочки. Так что, ребят, пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по поводу изменения вот этих вот ИСА-4, Е100. Нужно сейчас или до конца года ждать, чтобы... Ну, как до конца года? Тьфу! Эта песочница, это еще на полгода, на год точно все растянет, все эти ребалансы. Дай бог, в следующем году увидим изменения, которые выйдут на основу. Потому что сейчас это еще песочница, это даже не общие тесты, не супертесты. Так что, я бы не сильно не рассчитывал на ближайшее время изменения у ИСА-4 и Е100. А жаль, жаль. Танки застоялись в ангарах у многих, и хотелось бы на них покатать. Кстати, чтобы вам было интереснее писать, я вам действительно хорошую тему даю. Напишите, что вы думаете по вот эту вот тему с отложенным ребалансом Е100 и ИС-4. Согласны вы с ним или нет? Чтобы вам было интереснее писать, в конце комментария пишите свой танковый ник. Соответственно, те, кто выполнит условия, будут принимать в раздаче голды. Вот вам два победителя с прошлого ролика. Они выиграли по 1000 игрового золота, как вы знаете. Уже скоро получат его на свои аккаунты. И еще одно условие для принятия участия в раздаче голды, ребят, это поставить лайк или дизлайк ролику. Вот сейчас уже ролик кончается, поэтому самое время оценить. Нравится вам то, что вы услышали подачи, информация, вообще было вам это полезно или нет, и оценить лайком или дизлайком. Буду благодарен за вашу ответку, потому что мне очень приятно, когда вы, ну, не отмалчиваете, действительно поддерживаете ролики. Ну и в качестве бонуса вам в конце, ребят, немножечко еще про Type 5 Heavy расскажу. У разработчиков спросили, что, ну, вот, ну, где-то там, что, полгода назад примерно, да, Type 5 Heavy был понерфлен, да, также FV4005 была понерфлена, стало очень неприятно играться. На фоне V215B, 183, да, теперь она выглядит как-то опять не очень интересно. Ну и Type 5 Heavy тоже сильно понерфили. И вот спрашивают, как эти танки чувствуют себя после изменений. Ну и разработчики, если коротко говорить, что их стало меньше в рандоме, фугасами они стали меньше урона наносить, но при этом из рандома полностью не исчезли, поэтому разработчики считают такую ситуацию практически идеальной. Кстати, можете написать, как вы относитесь к изменениям Type 5 Heavy спустя вот такое вот продолжительное время. Нормально? Ненормально? Стоило это делать? Не стоило? Или вы до сих пор на Type 5 Heavy как нагибали, так и нагибаете? Или наоборот рады, что вас теперь из-за каждого угла фугасами не насилуют в борта? Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А у меня на этом все. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok